Доброго вам здравия! Доброго вам краба! Сегодня разбор корпуса Зелма на 2 и смотрим сборку в нем по корпусу и к замеченному конструктивному изъяну и приближание вот этой решетки гриля в кожухе под блок питания. Для чего у нас стоит блок питания вентилятором вверх? Чтобы улучшить микроклимат внутри системного блока. Корпус компактный, это одно его главных достоинств. Он воздух отсюда засасывает, отсюда выводит. В итоге состояние в системнике улучшаем. Да, мы жертвуем состояние блоком, хотя блок с запасом. Давайте послушаем. Надеюсь, вам было слышно. Переставлял, перевинчивал, пытался найти положение где вибрация будет отсутствовать. К сожалению, такое отсутствует. Вторая сборка у нас собрана вентилятором вниз, как положено. Здесь все нормально, без вибраций. Это будет пересобираться по корпусу. Зелма на 2. Морда лица вот такая. Две 120-ки, 5 дюймов. 120-ка на вытяжку. По вентиляторам здесь МОЛИКС подключение, здесь 3-х пиновый кси-плаг. Потом у нас корзина под жесткие диски и отсек под блок питания. Блок питания 180 миллиметров. Да, можно большой блок ставить. По корзине. Корзина на 2 харда. С нюансом. Здесь не салазки, а полозьем. Поэтому установка двухдюймовых устройств, к сожалению, невозможна. Двухдюймовое устройство ставим вот сюда, в корпус. По высоте. Одно из преимуществ Зелма на 2, это его высота. Перед вами Зелма на X3. У него высота 480, у нас 420. В офисном пространстве каждый миллиметр ценен. Поэтому-поэтому. Данная машина уезжает на Большую Дмитровку. Это графические станции под Сапор. По машине позже. Так, дальше по корпусу. А что у нас по корпусу? 5 дюймов. Ныне это редкое явление. Здесь у нас 5 дюймов. Крепление 6-ти винтовое. Два винта с этой стороны. Четыре винта с этой. Здесь желательно крепить на все шесть винтов. При обычном исполнении, где 8-ми винтовое крепление, привод крепится на 4 винта. Два с одной, два с другой. Да и то, возможно, все-таки вот это устройство вибрация нам выдаст. Хотя при тестировании отсутствовали. По корпусу стали у нас 0,6 мм. У Zalman i3 популярно корпусу 0,7. У Zalman i3 0,8. По крепежу здесь все нормально. Зазоры отсутствуют. Здесь у нас старые колхозные крепежные крепления PCI. Как есть. Блок питания при установке затягивать винты очень хорошо. Это важно. В комплекте заглушка у нас идет обычная. Для улучшения климата меняем и что-то перфорированное с вентиляцией. Так, это комплектная. Комплектный мусор. Высота у нас компактная, поэтому при сборке разъем 8 пин нам придется подключать навесу. Если вы установите материнскую плату, разъем 8 пин установить будет возможность отсутствовать. Протягиваем 8 пин вот сюда. И навесу удерживаем материнскую плату. Соответственно, будем уже прикреплять. Самый главный винт при сборке это у нас вот этот винт. Первый винт, который здесь будет подмать. Это самый главный винт. Здесь у нас 6-метовой матери идет. Все 6 винтов фиксируем. При подключении к колодке 24 пина. Вот сюда пальчики подмать. И придерживая, укладывая на пальцы, будем вставлять разъем 24 пина. Для чего? Чтобы микротрещины платы уберечь от них. Кабель-менеджмент нормально, красиво осуществляется за умраном. По стеклу отсутствует. Здесь кусок дешевого пластика. Дешевого, буквально дешевого. К примеру, в бывшем хите Zalman N9 пластик два раза толще. Сейчас в корпусах стекло. Здесь пластик. Пластик царапается очень легко. Вот по этим винтам, когда снимете пакет, ни в коем случае не закручивать их сильно. Продавите пластик. Только усилие пошло. Все, прекратили крутить винтами. То есть, если перетянете, лопнет пластик. Будет из прячика отрицательным. Что у нас? Все у нас с ноги. Здесь у нас будет воздухозабор с фильтром. Отсюда питается наш блок. Есть аппаратильная композиция вот такой. Винтелятор вниз. По передней панели разъемов нормально. Не продавливается. К примеру, Zalman Z7. Недавно смотрели. Она гуляет. Здесь у нас Power Reset. USB 2, USB 3 звук. Все. Компактный Meditaur. Собирать можем. А теперь из нюансов. Здесь видите, такой буртиброд Deeppool Gamax 400. При нагрузке. Если брать нагрузку на процессор центральный, линографический. Если брать долгосрочную работу. В общем, перегрев под 80 градусов процессор у нас перегревался. Хотя это нормальная температура. Но для меня температура выше нормы, которая требовалась. Да, здесь ситуация не улучшилась. Но там была именно 80 градусов рабочая температура. Не максимальная, а рабочая. Здесь у нас сейчас 71 градус. Вот такой-такой колхоз. Сюда бюджетный вентилятор. Бюджет более не позволяет ставить. Сюда корпусуюсь. Этот сюда тянет. Этот сюда тянет. Этот сюда тянет. Вот и подтянули. При сборке вот с этой колодкой быть аккуратным. В той сборке она зафиксирована стяжкой. Это буду собирать, тоже фиксировать. Давайте по сборке. По сборке. Что у нас? Разница 73700X. Гамос 400. Аурос или 450. И RTX 2060 Super. ИЗО на 700. Адата 650. Наилучший коэффициент полезности и свойств при цене. При всех критериях. Ресурс перезаписи. Максимальный в этой стоимости. 650 у Адата. Рекомендуем. Хардвайдогрин. Терабайтник. Привода ососа. По новым приводам есть. Здесь стоит для эксперимента старый NEC. А по умолчанию у нас по считанным ососом. По чтению как резцы и новые ососы хороши. А вот как читалки. К сожалению комплектный компакт диск. Читают с трудом, с трудом, с трудом. В отличии от старых приводов. То есть это учтите. Если выбираете привод как читалку. Читайте обзоры что, где и как. По видюшке у нас видюшка Ventus. Ventus компактная. С хорошим охлаждением. Максимальная температура которой смог достиг 71 градус. Это у нас 4 Marking. При этом вентиляторы были на 70%. Это автоматика была. Backplate у нас пластик. Он здесь у нас в данном случае для создания жесткости видеокарты. Система остановки вентиляторов отсутствует. Но оно и к лучшему в данном компактном корпусе. По портам стандартные. Диви отсутствует. HDMI 1. Остальные дисплей портами. Питание 1 разъем 8 пен. Если сравнивать с CNS гигабайт Ventus. Конечно MCI. Мясо рекламации ниже. Греется меньше. Гигабайт начинает с гейминга. Нужно брать модели гейминга. Так. По самим компьютерам заказал их клиент с потоком. Злой мужчина зашел. Дал бумажку. Где была подборка на кору i7 8700. Сказал такой же. Соберете. Я ему пересчитал. По цене перебил. Это стандартно. После этого начался диалог. Когда выяснил задачи. i7 мы послали именно туда. Отсчет пошел на разин седьмом. Через день мужчина попросил выслать два счета. Я накурил i7 на разине. И через неделю оплатил. Это был озабоченный гендиректор конструкторского бюро. Вот так. Злые клиенты тоже бывают клиенту. Главное найти подход. Здесь у нас разин семь три семьсот икс. По памяти бюджет был ограничен. Поэтому два по восемь три двести крошу баллистик. Брак понимал. Слышим как трещит. Брак понимал. Разгон поддается. А надо ли? Рекомендация будет избегать Патриот Вайпер. Бюджетная память. Большим процентом рекламации. Интернат магазина, который приносит сборки. Очень часто идут с Патриотом. Патриотом начинается чехардаем. Туда-сюда. Сюда-туда. Что у нас по матерям? 450 элит. Биус последний. F50 там. С Агеса уже 1.04. Биус надо что-то подать. Обязательно, обязательно. Косяков все меньше. Так. По сборке все. По корпусу все. Удачи. До встречи. Биус